Привет, Страж! С тобой снова канал Трипл Вайп, меня зовут Джонни Лейни, и в этом видео речь пойдет о главном антагонисте осеннего дополнения, отвергнутая Ульдранесов. Я расскажу, кто этот персонаж, где мы могли видеть его раньше, и постараюсь ответить на вопросы новых игроков, которые не играли в первую часть Destiny. Итак, представитель расы пробудившихся Ульдрансов, он же Принц Рифа, впервые встретился игрокам при прохождении основной сюжетной кампании Destiny 1. Когда уже не раз упоминаемая мной в роликах Экзо Незнакомка сказала нам искать Черный Сад, мы отправились к пробудившимся на их основной оплот, Риф. Красивую, но очень угрожающую локацию. Незнакомка обозначила пробудившихся как тех, кто мечется между светом и тьмой, и мы убедились в этом при встрече с королевой и ее братом. Так вот, те самые нарушители, что хотели аудиенции. Мы ничего не нарушали. Лишь королева решает, кто может или не может пересекать наши границы. Я? Я не вижу смысла возиться с каждым, кого приносит на Риф. Но вот мы здесь. Мы здесь, чтобы просить о помощи. Падшие! Он боится падших. Он не понимает, что эти служат мне. Королева Рифа Мара Соф и ее брат Ульдран не просто сошлись в рассуждении о том, стоит ли помогать Стражу. Ульдран был весьма агрессивно настроен к нашему герою, как вы видели, даже нож в лодке приставил. Однако Мара оказалась более дальновидной, чем ее брат, а потому приказала брату указать координаты Черного Сада. Но заметила Стражу, что он за это теперь должен королеве, и она рассчитывает на него, если пробудившимся потребуется помощь. Теперь давайте взглянем на гримуар. Карточка брат королевы. Я не пожертвую своим правом по рождению за обещание безопасности. Как доверенное лицо королевы, шпион и смертоносный убийца, ее брат наделен огромной властью, особенно для мужчины, рожденного в матриархальном обществе Рифа. Последние отчеты намекают, что он может не разделять ключевые моменты стратегии королевы. Но остается гадать, является ли это расхождение во мнениях источником конфликта, или же частью причин, по которым королева так высоко его ценит. Из этого текста можно сделать некоторые выводы о характере персонажа. Принц предстает перед нами как тот, кто не уступит никому в борьбе за его законное право наследника. Он верен своей королеве, но наряду с этим он сохраняет свои истинные мотивы в тайне. В гримуаре есть еще одна карточка с информацией о Бульдрене. Из нее мы, например, знаем, что у него есть несколько ворон, которых он использует как разведчиков. Именно от этих ворон принц прежде всех узнал о том, что сердце Черного Сада и армия Вексов набирают огромную силу. И никому неизвестно, сколько еще секретов и тайн, благодаря крылатым разведчикам, знает принц и каковы были его мотивы относительно трона, договора с падшими и стражей. Когда в нашу систему вторгся король Улья Орикс, именно пробудившиеся с рифа были первой противостоящей ему силой. Однако флот Орикса оказался сильнее, и ответным ударом силы королевы были разгромлены. Мара Соф погибла, а ее брат Ульден пропал. Именно о таком раскладе говорит верная служительница королевы Петра Венч в карте гримуара Challenge of Elders. Таким образом, игрокам уже давно было известно о том, что Ульдрен жив, но о том, где он, не было информации. С выходом дополнения Военный Разум в Destiny 2, игроки обнаружили разбитый в дребезги корабль Ульдрена в пещере затерянного сектора пещеры Маадима. Это разбитый корабль с символикой падших. Давай я проверю журнал. Возможно, мне удастся выяснить, откуда он летел. Ооо, он принадлежал принцу Ульдрену. Что он делает на Марсе? Думаешь, он знает о Распутине? С этих пор стало понятно, что встреча с Ульдреном лишь вопрос времени. Нашел ли Ульдрен Распутина раньше нас? Вступал ли с ним в контакт? Как ему удалось выбраться с Марса? Эти вопросы мучают игроков и надеюсь, что ответы на них мы получим в дополнении отвергнуты. В тизере с Е3 в том самом мы видим Ульдрена в тюрьме старейших с бандой баронов, особенно опасных падших, которые содержались в той самой тюрьме. Думаю, можно коротко и пояснить о том, что это за тюрьма такая. Примечательно, что в карточке гримуара, посвященной этому месту, нам ведется повествование именно от лица Кейда. Кто-нибудь рассказывал тебе о тюрьме старейшин? Разве не был ты в команде, что убила жреца Архонта? Того самого, который сбежал? Хорошо, хорошо, я расскажу тебе историю о тюрьме старейшин. В тюрьме королева содержит наиболее опасных врагов, пробудившихся, и стражи пускали туда для того, чтобы те потягались силами с самыми сильными противниками, а может быть и для того, чтобы они расправились с частью из них и облегчили бремя содержания узников. Королева в ее силах делает такое, что за грани моего понимания. За ней стоит сила, или может сила внутри нее, и эта сила дорожит тюрьмой. Но я слышал о нескольких побегах из тюрьмы. Один старый Келл умудрился собрать вместе дом волков. То есть, при всей надежности и строгости тюрьмы, побег из нее возможен. Определенные договоренности и сотрудничество падших и пробудившихся дают нам понять, что в момент, когда Ульдрену понадобилась армия, падшие – это те, о ком он задумался в первую очередь. А потому организовать побег самых сильных представителей разных кланов было выигрышной партией для него. Кейд, судя по всему, попытался предотвратить это, но поплатился жизнью. А нам, стражам, придется охотиться на беглецов и мстить за потерянного авангарда. Скорее всего так. Теорий сейчас в интернете встречается много, и то, что принц в ролике блефует, и то, что королева жива на самом деле, и даже что вместо Кейда на самом деле другой герой. Скоро узнаем, как оно. До сентября нам остается только теории строить. Пишите в комментариях, хотели бы вы услышать о них тут, на канале Трипл Вайп. Интересно ли узнать о еще каких-то персонажах. Пишите свои теории. А я на этом прощаюсь. Спасибо за просмотр. Не забудьте, что лучшая благодарность, подписка на канал и лайк под видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok